Дальше тоже я не хочу забегать вперед, потому что в своей жизни я не мог никак предположить, что я стану уличным музыкантом, что я буду жить в городе Санкт-Петербурге, что у меня будет жена и двое детей. У каждого из нас есть интересная история жизни, но не каждый готов рассказать ее людям. Многие хотят найти дело своей мечты, обрести тот самый баланс, когда то, что ты так любишь делать, приносит тебе деньги. Сегодня я хочу вас познакомить с легендой питерской уличной музыки, человеком, который вот уже более 13 лет посвящает себя своему любимому делу. Его имя Николай Музалев, и сегодня я хочу поделиться с вами его историей. Меня зовут Александр Жучкин, и перед началом я хочу попросить у вас максимальной поддержки. Поставьте этому ролику лайк и напишите любой комментарий, друзья. И помните, что чем больше мы делимся, тем больше нам приходит в ответ. Вы смотрите новую серию проекта «Откровения». Приятного просмотра! Добрый день, меня зовут Николай Музалев, я как бы уличный музыкант со стажем. На улице я играю 13 лет, 13 даже с половиной лет. К музыке я пришел, наверное, с лет 13, как бы стал гитаристом. Я самоучка, и в 13 лет ни один человек, просто поиграв передо мной, не то, что показал, а просто спел песню. И вот эти вот звуки гитары, звуки гитары, сами вот эти вибрации, меня так поразили, что вот буквально за пару секунд этого всего, что я услышал, я понял, что этот инструмент мой, что надо его учить. И ко мне, вот, кстати, что характерно, в лет 15, тогда еще это было как бы чуть подпольно, не было такой литературы, где можно было взять и все это снимать, попал сборник песен Виктора Робертовича Цоя с аккордами. Тогда же не попал, мне привез один человек, распечатан на принтере, это было тогда очень дорого. И я начал учиться днями и ночами, не было у меня тогда еще инструмента. Грифом гитары для меня служило это запястье. Я аккорды брал здесь, получается, если вы левша, здесь. В своей юности я ни в коем случае как бы не планировал становиться уличным музыкантом. Вот, я как бы был обычный, нормальный человек, ходил в школу, поступил в университет. Гитара, это было как хобби. Я, как бы вы выпить море, я мог бы стать другим. Ты, 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 ты. К уличной музыке я пришел совершенно случайно, абсолютно случайно. Вот, дело было так, что были проблемы с родителями. Ну, у меня мама рано из жизни ушла, так я жил с отцом, кто не считал отца и дети, или, почитайте, обязательно знает, что такое жить с отцом, подростку, который уже хочет свободы, который ему там 20 с чем-то лет, и когда вот, ну, как-то не то, что мы не уживали, да, мы любили друг друга, но нас не могли находиться, потому что отец хотел, чтобы я пошел там на завод работать, как все, я там получил высшее образование, но я и получил все-таки высшее образование, вот, и мы, как бы, с моей девушкой решили уехать, решили уехать, как бы начать, как бы, самостоятельную жизнь, независимо вообще от никого, от родителей, и выбрались мы в такой замечательный, красивый город, Севастополь. Ходил по улице, видел несколько уличных музыкантов, мне казалось, это как-то, как-то, ну, низко, я не знаю, как-то, положить чехол на грязный асфальт, там, вот, это, петь, но мне казалось, что, как бы, дико, не знаю, чуть-чуть не мое, но один раз мне по чистой случайности удалось увидеть одного парня, он сидел на аппаратуре, он с гитарой, и играл, пел в микрофон, и было столько много людей, мне так понравилось, когда успелось, я понял, вау, в принципе, мне тогда уже было почти 25 лет, вот, я уже, как бы, успел поработать на заводе, на курьером, в охране, вот, и мне так понравилось, в общем, я к нему прямо подошел, и говорю, слушай, вот, я тоже так хочу, что для этого надо, вот, ну, хочешь, у меня есть аппаратура, которая не зависит от розеток, не зависит от всяких, и так далее, мобильная, я тебе ее продам, я сразу, оп, хочу, конечно, тогда была с землями проблема, вот, я как-то там одолжил, в общем, купил аппарат в 2006 году, это был такой большой комбик, я долго готовился, даже можно сказать, сколько, могу сказать, сколько, это был целый год, это был август 2007 год, как по себе помню, в числах 20-х, вынес аппаратуру, поставил, подключил шнур, взял гитару и начал петь. Но самое смешно, что к тому времени я уже позабывал тексты всех этих песен, на которых я учился, песни русского рока, что касается таких групп, как Кино, Наутилус Помпилус, Чаев, Агата Кристии. Ну, и начал вспоминать, и получилось так, что первые аккорды знакомых песен собрался небольшой народ, люди подхватили сразу мотив, слова мне подсказывали, и мы так душевно посидели, это был первый раз на набережной Нахимова в Севастополе в 2007 году, в августе, в число, наверное, 19-м. И вот с этого времени я начал свое летоисчисление музыкальной своей уличной деятельности, так что, можно сказать, точно 20 августа 2007 года я начал заниматься персонально-уличной музыкой. И заработав тогда еще, в августе, половину стоимости, ну, за вечер, половину стоимости квартиры, за которую мы платим в месяц, я понял, что можно все-таки уличной музыкой развиваться, жить, работать, ну, как бы это неофициально, нелегально, без трудовой. И тогда я уже понял, что все, вот этот первый скачок, которого я ждал целый год, я нашел все-таки свою любимую работу, можно сказать уже прямо, что это стала моя работа, я думал, что она убьет во мне, как бы, музыканта, но на самом деле получилось наоборот, что я совместил приятное с полезным, я нашел свою вот жилу 50 на 50, что можно любить петь, играть, а еще зарабатывать за этот день. Юности, Массорию с отцом, я говорю, почему у нас нет в трудовых книгах записи, таких как художник, музыкант, поэт, есть там слесарь, монтажник, там инженер энергетики, я инженером работал на заводе после окончания университета пищевой промышленности. И последняя запись у меня была в трудовой в 2006 году, потом я вот свою в трудовую взял, написал своей ручкой, музыкант, перечелкнув все и сделал такой себе плотный, такой шаг поставил поступок, что надо делать только то, что я умею. Я играл в Севастополе с 2007 года, почти по 2008, полгода, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. И потом так случилось, что надо было нам срочно уехать. Жил я тогда в Украине, в Киеве. С отцом у нас уже совершенно были другие отношения, потому что расстояние все-таки сближивает людей. И после внезапной кончины моего отца, это было так внезапно, почти даже на мой день рождения, если по себе помню, в 2008 году, я остался вообще один, сам просто, с своей гитарой, своими инструментами, понял, что надо делать, все мои друзья говорили, Музалев, ты начинаешь спиваться. Мне уже было 27-28 лет, такой возраст, конечно, сами понимаете, какой музыкант тот знает. Пьянки вот эти вот, дебоши, это было такое состояние, чтобы забыться, чтобы не думать о своей семье, о что-нибудь. Ну, как бы такой включался пофигизм, я как называю, это включить мозг. Но он иногда настолько отключался, что были днями, как бы я пропадал, там, непонятно где. И на самом деле я не считаю себя, так бы, алкоголиком, но судя по образу жизни, что мне кажется, если бы не один случай, то могло бы быть все иначе. И я приехал в Севастополь, откуда я начинал свою музыкальную личную карьеру. Это уже был 2009 год, 2008 год, прошел год. Меня там уже многие даже люди узнавали, личные музыканты, да. И случай, это, конечно же, знакомство с моей будущей супругой. Вот, вот, вот этот случай, который, не знаю, спас и вывел, как бы, в люди. Это было вообще спонтанно. Я тогда только был занят своей работой, своей аппаратурой. Если у меня что-то ломалось, у меня только голова болела, как же сделать лучше. И мы как-то с другом, поехав на рынок, покупать очередной какой-то проводок. Вот, ехали в маршрутке, решили заехать на Фиолент. Ну, а там в маршрутке ехала моя супруга. И мне товарищ говорит, мой, выходим, девчонки, надо познакомиться. Ну, как это обычно бывает. Я говорю, нет, ничего не хочу, хочу домой, потому что работаю. И чисто он меня за руку вытащил. И вот уже спасибо ему большое, что он меня вытащил за руку. И так мы познакомились на Фиоленте с тремя замечательными девчонками из Санкт-Петербурга. С ними, как раз, и была моя будущая супруга Дарья. Пригласили их, конечно же, на концерт на набережную Нахимова. Не послушали, не так восхитились. Просто в Петербурге, когда Даша и сама коренная петербурженка, такого как бы движения уличного не было. И когда она, конечно, увидела такое в нашем исполнении, то, конечно, она пристала, вау, неужели возможно, что это так и бывает. Как бы, скажем, такие концерты, такие шоу, потому что собиралось сюда очень уже много людей, там, по 50, по 100 человек. Самое, что приятное, дата нашего знакомства была 8.08.08. Вот это первый раз мы увиделись. И сейчас с этой датой мы ведем свое летосчисление нашего знакомства. Ну, а я сразу заявил, что я хочу жениться. Ну, она, конечно, посмеялась. Потом буквально три дня так простичались, там, ходили чуть-чуть за ручкой. Ну, это такое было. Чисто такая романтика, даже ничего серьезного абсолютно не было. И вот я ее провожал на поезд, даже какие-то слезы были. Она уехала в Питер, я остался в Севастополе. Потом мой отдых закончился, это уже середина августа. Я приехал в Киев и опять вернулся в свои серые стены, которые мне напоминали о моей семье. Но я не растерялся. Тогда нас спасла Аська. Аська, интернет, Аська, мы начали переписываться. И буквально уже через месяц я был в Санкт-Петербурге. Это был первый раз моего приезда. Так я здесь еще на самом деле жил и родился мой, как бы сказать, на то время кумир Виктор Робертович Сой. Приехал, мы погуляли, конечно, посмотрели. А сразу я повел вот сюда, в Камчатку. Вернее, она мне, по-моему, что не знала. Ну, Даша у нас с интеллигентной семьей. Конечно, она сказала маме, что маму такой... Коля появился. Конечно, мама была не сильно довольна моей работе. Но тогда это еще, можно сказать, не работа. Это было что-то такое, подобие работы. Но я уже тогда нигде не работал. Только меня кормила вот моя гитара. Выпивал иногда, но уже как бы появился стимул, чтобы не пить алкоголь, потому что у меня жена, Даша, когда она очень не любила, как бы, вот этого всего, вот эти запахи, нетрезвость, бесогонство, как я это называю. Вот, и я уже к чему-то, у меня уже была цель, я уже как бы с ней переписывался, как будто она у меня дома, как будто мы живем вместе, хотя нас разделяло тысячу километров. Я приходил из своей работы, как бы уже, как бы, не что, не то, что белка была там, привет, сразу компьютер ходил, привет, я дома пришел, там, покушал. Сейчас вот иду. И мы переписывались, это была как жизнь на расстоянии. Я пригласил ее в гости, вот сказал, что у меня есть квартира, как бы, вот я живу один, водителей уже там нет в живых. Вот, я все-таки уговорил приехать ко мне на Новый год, она приехала, сразу ей такой, вот, держи ключи от квартиры, все. Ну и, конечно, она, что-то не то, что-то не понравилось ей, ну, район, так, у меня был, окраина города, вот там такой, одни благоприятные, можно сказать, район. Темно, хорошо, мне это очень устроило. Вот, побыв, ну, и когда я сделал предложение, первый раз, она сказала, нет, чуть ли даже слезы, это будет трудно, это неправильно, это как-то нереально, это какая-то сказка. Я говорю, так почему в сказки не верю? Вот сколько сказок, почему сказку не воплотить хоть раз в жизни? У нас действительно получилось такие сказочные отношения, что мы познакомились, там, на море, на Фиоленте, там, какой принц, там, приезжал в гости, она ко мне в гости. Почему сказку не ввести в жизни? Ну, в итоге, Даша мне написала большое письмо, все, мы расстаемся, тыры-пыры, ей было тяжело. Ну, я-то парень, конечно, такой, говорю, нет, так нельзя. В общем, я решил переехать в Санкт-Петербург. Это было такое резкое решение, я понял, что тут нечего делать в городе. Ну, и когда я приехал в Санкт-Петербург, случилось в 2009 году, в августе, 4-й или 5-й, я попросил свою будущую супругу, чтобы она нашла мне комнату. И получилось так, что это было на Лиговском проспекте, на моих глазах строилась галерея. Как по себе помню свое самое первое выступление в городе Санкт-Петербурге. Это была станция метро Чернышевская, потому что, переезжав в гости к своей супруге, я в Питер до этого переезжал раза 4. Вот, я долго думал, как же я буду здесь существовать, и как здесь пойдет уличное движение, потому что я не находил, сколько я ходил по городу, летом и зимой, и осенью. Я не видел ни музыкантов, ни скомбиков, я видел там классиков каких-то людей. Я решил поездить по городу и посмотреть, где можно все-таки устроить уличное выступление. Совершенно было неизвестно, как отреагирует полиция, тем более с аппаратурой, потому что, да, уже звука у меня было ватт 50, 60, достаточно громко. И вот мне понравилось метро Чернышевская, метро Василия Островская, и переход, как бы, Невского проспекта, но это ближе уже Думская. И свое первое выступление я называю в 2009 году в августе числа 5-го, не помню точно, я вышел на метро Чернышевская, попел песни, оказалось, представляете, казалось, что люди, которые подходили, даже меня уже знали по Севастополю, казалось, что много петербуржцев отдыхало, по Севастополю, и было, ой, ты уже здесь, как приятно, потому что некоторые, так, ну, не знаю, льстили, не льстили, говорили, у тебя голос похож на Сою, у тебя голос похож на Бутусова, голос похож на Василия, на Сашу Василию, так было интересно, но я, в принципе, никогда попытался не пародировать, все, оно как-то автоматически получалось. И поиграв в первый концерт на Череншевске, как по себе помню, было так классно, так душевно, теплая погода, я думал, менты сейчас прогонят, нет, было очень здорово, и когда заработал, опять же, половину стоимости за своей комнатой, которую я снимал, я понял, что здесь можно существовать, и дай бог. В итоге я начал заниматься уличной деятельностью в нашем любимом городе Санкт-Петербурге, я его считаю уже нашим, потому что, как бы, я уже здесь 10 лет живу, считаю как родным, конечно, Киев это как бы город, к которому я родился, а Питер это в котором я живу, который я выбрал из жизни. Первая такая серьезная проблема, с которой я столкнулся, можно сказать так, что я прихожу по привычке играть на Василиостровской, тогда я играл год, вот прихожу, и там сидит как бы другой музыкант с таким же похожим комбиком, поет песни и говорит, я сюда первый пришел, ну что у меня оставалось сделать, как бы сказать, ну я вот здесь как бы пел, ты наверняка меня видел, я тоже как бы хочу, ну и нам пришлось, ну что, Кать, поссориться, подраться, но я даже не буду подробностей в эти вникать, я скажу так, я, короче говоря, заплакал и ушел, вот, ну конечно, было все по-другому, но вроде бы мы как-то поняли и раньше эта конкуренция доходилась до каких-то разборок, до давлений, а сейчас как-то стало попроще чуть-чуть, потому что все, кто приходят на места, там, где мы поем, они наверняка нас смотрят, видят по ютубу, опять же, по каналам, и человек, который просто хочет заработать денег, приезжая с другого города и становится там на самые, я называю, элитные места, то это неправильно, потому что у нас играют те люди, которые посвятили этому жизнь, вот, у нас все ребята без работы, все, которые занимаются только улицей, приносят им какой-то доход, а скажу, даже было у меня такие вот работы, когда за 4 часа мне получалось 300 рублей, вот реально, 300 рублей за 4 часа, до гитару, а вот про свою гитару, вот, да, гитару, я даже скажу, скажу, как она мне попала, я как бы, когда было 20 лет, 20 лет с гибели Виктора Роберта Ища Цоя, тогда Юра Каспарян с оркестром давал концерт в БКЗ, в БКЗ, да, БКЗ, я тогда попал на этот концерт, первый ряд, было такое восхищение, и я увидел эту сайлент-гитару, буквально Юра Каспарян сыграл на ней песню «Одну апрель», он меня так заинтересовал, тем более я искал себе какой-то инструмент для путешествия, такой легенький, маленький, компактный, и потом узнав, что это за гитара, так получилось это Ямаха и СОУДЖИ, довольно-таки распространенный инструмент, я вот тут же в Мир музыки увидел, тут же его купил в 2011 году, и вот так на нем я и начал играть, наверное, уже в 2012-2011 годах, а вот диодную ленту чисто вот случайно я догадался прилепить, давно хотел сделать что-то такое, как бы светомузыку, какую-то долго думал, как, потому что по специальности я инженер-энергетик, вот, с электричеством дружу, и гитарку сделаю, и посмотрел, вау, это же хорошо, это как красиво, под каждую музыку, потом захотелось изобретение сделать, чтобы это все включалось, разные цвета показывал, а под каждую песню свой цвет делать, чтобы все мигало, ну, так уже года три я работаю с такой гитарой. Я пожил год на Лиговском проспекте, потом, когда поссорился со своими соседями, все-таки, я приходил ночью в основном, работа-то задерживалась, вот, и начали искать что-то другое, мне жена не выделила, что давай приезжай, ты к нам. Они сдавали свои комнаты еще каким-то там жильцам, в общем, я говорю, давай так, всех мы расселяем, будем жить вместе. спруга живет на Большой конюшене, и я уже от этого дома начал искать себе места, где можно там хорошо как бы играть и работать. Большая конюшена, тогда делали на ней ремонт полностью, там скопали все дороги, прокладывали новые трубы, там была война, я как это называю, приходишь на Большую конюшену, там не было проезда, но они все перекопали, все перекладывали. И потом, когда уже закончили, получился этот пятачок пересечения Большой конюшен и Невского, такой квадратики, я посмотрел, вау, так это уже готовая сцена, реально готовая сцена. Правда, посмотрев направо, там не было жилых помещений, там какое-то кафе, а налево вроде бы кто-то там еще и живет. Ну, решив попробовать там, я нашел себе как бы новое место. А на Дорцове в 2010 году, когда у нас уходила полиция, я как бы спросил у них, а можно поиграть, попробовать? Ну, им так уже было скучно, они решили, ну да. Но на самом деле, на Дворцовой площади очень тяжело играть, там постоянно полиция, там у нас свое движение, это как бы, чтобы там в клинице разрешение, сколько мы пытались получить, это очень проблематично. Это просто вырабатывалось годами, это ты просто брал, не знаю, наглостью, не наглостью, возили постоянно в отделение, мель полиции, что нельзя пить, потом как-то к нам привыкли и более-менее начали воспринимать как достопримечательность города, которая привлекает туризм города Санкт-Петербурга. Полиция реагирует, если беспредел, два-три музыканта и сразу всех выбирают. И в том же, на числе у нас нет никаких знакомств, сразу говорю, чтобы потом никто не подумал. И вот, по сути, у меня осталось как бы таких три места, где я люблю играть, большая конюшена, морская и дворцовая площадь. Там кто ложится спать спокойно в снах, спокойная ночь. А так создалось какое-то сообщество, свое движение. Все музыканты, которые играют на улице, знают, кто такой Коля Мазалев. Вот. И мы все нормально к друг другу. Хоть это и конкуренция, большая конкуренция, но мы все к этому нормально относимся. Все, кто знает, кто как пришел, кто первый, кто второй, третий, десятый, пятый. Почему там на Дворцовой играют пять музыкантов, а не пятьдесят музыкантов. Всем людям, которые хотят приехать и зарабатывать уличным движением, это надо большого терпения, надо, конечно, всегда знать свое место, свой уровень, всегда быть вежливым, постараться, вот. И всегда слушать старших. Ха-ха-ха-ха. Просто нужно этим болеть. Нужно этим болеть и на самом деле нужно себя посвятить этому. А то, что ты хочешь как бы подработать, чуть заработать, нет. Я себе, о себе я могу точно сказать, что я свою жизнь посвятил уличному движению, что я долго сопротивлялся с этим, как бы, уличный музыкант, оно некрасиво звучит. Я уже с этим смирился, и если ты решишь посвятить всю свою жизнь как бы уличному движению, вот я уже занимаюсь 13-15 лет, может даже больше, но профессионально 13. Вот. И не собираюсь это бросать дальше, потому что я хочу как бы развить свои, и в Москву мы ездим, и в другие города, и вообще, и по городам разным. И это очень здорово, и с властями когда договариваемся. Мне это удобно, интересно. Каждому свое, просто стремиться к своей мечте. У меня была мечта ничего не делать и зарабатывать деньги. Вот я к этой мечте и пришел. Можно сказать так. и не работать. Я очень не любил делать домашние задания. Мне это все... Мой отец постоянно утвердил, что мне надо кем-то становиться, что надо мне зарабатывать денег, а я этого все не хотел, не хотел, не хотел, и у меня бац. И вот я уже 10 лет пришел к своей мечте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только что я познакомил вас с историей Николая. И скажу от себя, у него наимощнейшая энергетика. Когда мы снимали это интервью, я получил колоссальное удовольствие, во-первых, от его рассказа, во-вторых, то, чем он занимается. Если у вас есть интересная история, обязательно присылайте мне ее в Инстаграм или ВКонтакте, у меня там открытая личка. Меня зовут Александр Жучкин. До новых встреч, друзья. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok